Ровно сто лет назад в эти дни Сталин возвращался из ссылки в Туруханском крае. Он немедленно влился в революционные процессы и очень многое сделал для укрепления позиций большевиков. Сталин был организатором рабочего движения за Кавказе, признанным теоретиком национального вопроса. Он был одним из самых влиятельных авторитетных членов руководства нашей партии. Он все сделал для того, чтобы партия укрепилась в те ответственные дни. По сути дела, не успев вернуться в Петроград, буквально через два дня опубликовал блестящую статью о советах рабочих и солдатских депутатов. По сути дела, он заложил основы того послания, с которым Ленин обратился в апрельских тезисах. Тогда у Ленина впервые прозвучал лозунг «Вся власть совет». Сталин вошел в исполком Петроградского совета и многое сделал для того, чтобы укрепились не только позиции большевиков, но и максимально поднять рабочие движения для протеста против царизма и тех, кто буржуев, кто захватил власть. После расстрела июльской демонстрации Сталин один из первых заявил Ленину, что нельзя являться на суд, вы до суда не дойдете. И все сделал, чтобы уберечь вождя революции от нападок тех, кто решил спровоцировать большевиков для того, чтобы расколоть их и уничтожить в целом большевистское движение. Им это не удалось сделать, ибо Сталин оказался прозорливее, энергичнее. Он провел очень эффективные переговоры с меньшевиками, социал-демократами, которые пытались спровоцировать большевиков на преждевременные выступления. Вся подготовка Октябрьского вооруженного восстания во многом ложилась на Ленина и Сталина, и они справились с этой задачей блестяще. Я должен сказать, что временное правительство, которое пришло к власти после дворцового переворота, оказалось совершенно беспомощным и неэффективным. Сменилось несколько составов. Фактически это были в основном масоны, которые разваливали Российскую империю, деляя ее по национальному вопросу и уничтожая остатки боеспособной армии. Они парализовали фронт, проложая войну с совершенно корыстной интересой буржуев Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Мы считаем, что роль Сталина в истории нашей страны вообще уникальна. После октября он возглавил партию, все сделал для того, чтобы ленинский план построения социализма был реализован. Буквально в считанные годы они прошли путь от военного коммунизма через продразверстку, продналог к НЭПу, и полумертвая страна на глазах стала подниматься к высотам прогресса. Сталин реализовал план, ленинский план Гойлором и НЭП, и затем пришел к выводу, что крайне необходима стране новая индустриализация, коллективизация и культурную революцию. Вдумайтесь, за 20 лет правления Иосифа Виссарионовича Сталина страна увеличила потенциал в 70 раз. Средние темпы развития экономики страны составили 16 с лишним процентов. Ничего подобного история не знала и не знает. Ленинско-сталинская модернизация и Октябрьская революция спасли российскую державу. Она возродилась в новой форме, в форме Советского Союзного Государства. Впервые в истории человечества была поставлена задача возродить страну не на основе войны, насилия и национализма, а на основе труда, справедливости и дружбы народа. Впервые в истории главным лозунгом стал не человек, человеку волк и война как способ разрешения противоречий, а человек, человеку товарищ и друг. И в опоре на тружеников возрождалась страна, превращаясь в великую супердержаву. Я не устаю повторять, все негодяи и вся сволочь мира ненавидят Ленина и Сталина прежде всего за то, что распавшую, сгоревшую в Первой мировой войне империю они сумели собрать в новой форме, в форме Советского Союзного Социалистического Государства. Не на фронтах войны собрали, а на съезде депутатов, где представители Советов и депутатов прибыли со всех республик. И распавшаяся империя, как птица Феникс, возродилась в новом качестве. Мало того, возродилась, она сумела доказать, что труд гораздо производительнее капитала, что справедливость гораздо эффективнее наживы и хищничества. Они сумели доказать, что страна Советов является примером для всех народов, которые освобождались от колониализма. Надо иметь в виду, что Октябрь спас нашу страну и от Корниловщины, и от Деникинщины, и от Колчаковщины. Октябрь сумел противопоставить тому походу буржуазии, которая договорилась с иностранными послами установить военно-полицейскую диктатуру в лице генерала Корнилова, тем самым предотвратили страну от фашизма. Что случилось в Германии, где социал-демократия и левый потерпел поражение, Гитлер потом пробрался к власти и, по сути дела, поджег Вторую мировую войну, став жарить себе подобных в концлагерях и газовых печах. Для нас сегодня опыт Сталина и ленинско-сталинской модернизации исключительно актуален. Я хочу, чтобы вы всмотрелись события 17-го года февраля и 91-го года в нашей стране. Ведь, по сути дела, в 91-м году реванш взяли февралисты, которые предали советскую власть, предали труд, предали своих союзников и друзей. Таким же образом они стали делить на куски страну и распускать ее так же, как это делало временное правительство. Точно таким же образом они обслуживали иностранные интересы. Точно так же, как те опирались на капиталы заокеанские, американские, английские, французские. Эти, типа Ельцины, ездили, докладывали господам Бушам о том, что они презрели референдум нашей страны, где люди, где граждане СССР высказали желание жить в Едином Отечестве. Точно так же они проводили воровскую приватизацию под диктовку ЦРУшников, распродав богатство страны, которое она складывала за тысячу лет, меньше 3% реальной стоимости. Точно так же позорили армию, уничтожали специальные службы. Точно таким же образом ликвидировали то, без чего не существуют эти гигантские просторы и нашей государственности. Я еще раз хочу всем заявить, особенно молодым, что самым гениальным изобретением русского народа была сильная централизованная держава. Но она стоит на четырех столпах. Прежде всего, это сильная государственность. Государственность может быть сильной, если она опирается на трудовой народ, а не на кошельки тех, кто наворовал и не знает, как спрятать, поскорее спрятать свои капиталы за кордоном. Она опирается на высокую духовность. Мы наследники великих литераторов, композиторов, художников. Эта государственность опирается на справедливость, без которой не существует единство народов, и на дружбу этих народов. В этом отношении советская государственность являлась за тысячу лет вершиной достижений. И в ее построение Сталин вложил свой талант, энергию, могучую волю, великую победу и освоение космоса. Я считаю, что сегодня у Путина есть один путь. Это проведение левоцентрической политики в интересах всех граждан страны. Сегодня намечается новый тройственный союз в лице антинациональной олигархии, которая не хочет развивать свое производство и пречить деньги за кордоном. В лице антисоветской жириновщины, которая, как и в ту пору, проявляется прежде всего во Власовщине, в предательстве всего светлого и советского, что было в истории нашего народа. Она опирается на либеральный фашизм, которому не нужна единая централизованная страна, и которая готова делить ее и по уральскому хребту, готова предавать, продавать и унижать русский государство, образующий народ. Вот этот тройственный союз сегодня угрожает всем нам, и мы должны быть предельно бдительны. Бдительны так же, как большевики оказались в 17-м году. Только воля Ленина и Сталина спасла Россию от полного распада. Полного распада, который грозил, грозила и Корниловщина своими фашистскими устремлениями, и буржуазия, которая предала национально-государственные интересы нашей державе. Мы можем возродить страну, если будем опираться на 10 шагов достойной жизни. Ту программу, которую трудовой народ предложил на выборах в Государственную Думу, и предлагает на предстоящие выборы, как местные советы, местные парламенты, так и президентские. Сегодня, придя поклониться светлой памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, мы должны унаследовать все лучшее из нашей гениальной советской эпохи. Почувствовать ту опасность, которая грозит нашей государственности вновь. Не устаю еще раз и еще раз повторять. Мы не нужны на этом свете ни в форме Московского царства, ни Российской империи, ни Советской державы. Мы не нужны в форме нынешней Российской Федерации. Американский капитал, глобалисты, все снова, оборзев, бросились на нашу страну. Уже бандеровцы копались в Прибалтике, на Украине. Уже фашисты и бундесвер заправляют власть в Прибалтике. Уже распространяют санкции в такой форме, что если они примут американцы в виде закона, то также как поправка Джексона Веника, она будет отменяться 30 лет подряд, скорее обещаниями, нежели реальностью. У нас есть все необходимое для крепкой, сильной и справедливой власти. Есть весь потенциал для того, чтобы возродить свою страну. Но ее можно возродить, опираясь на все лучшее в нашей тысячелетней истории. Ни великие князья, ни русские государи, ни советские генсеки, ни нынешней власти не сумеют создать сильную устойчивую державу без опоры на справедливость, труд, дружбу народов и современный научно-технический прогресс. Все для этого в России есть. Надо только помнить, что самой эффективной власть была в советскую эпоху. Самой умной, самой победной, самой честной, самой достойной и самой справедливой. Давайте еще раз поклонимся светлой памяти Сталина и пожелаем нашим властям впитать все лучшее из тысячелетней истории. Тот путь, который выбрало нынешнее либеральное правительство, оно повторяет путь в феврале. Кроме постепенной деградации, ничего нет. За последние пять лет ВВП сократился на 8%. Не дополучили почти 100 триллионов рублей или 40 триллионов бюджета. Три потеряли годовых бюджета. И сегодня все крутится вокруг нуля или одного процента. На этом пути выхода нет. Выход есть, если обобремся на то, что показала великая советская эпоха. На уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, который во многом повторил Китай, реформ Дон Сяпина. Китай и сегодня является ведущей державой, которая демонстрирует миру, как можно, опираясь на марксизм ленинс, на уникальный советский опыт, на построение социализма с китайской спецификой, прорваться к высотам прогресса и к новым космическим программам. Давайте пожелаем молодежи, чтобы она поглубже и обстоятельнее изучала наш уникальный опыт. Позавчера в «Правде» опубликован большой разворот от буржуазного февраля к социалистическому спасению. Я советую вам очень внимательно почитать этот материал и в наших газетах, и на сайте. Это будет исключительно полезно. Спасибо.